Привет, я из Сейтароу96, и мы продолжаем прохождение четвертого эпизода. В прошлой серии мы решили прокатиться на автобусе, и вот едем. Экипаж 2, центральный прием. За автобус заплатили, между прочим, целых 7 баксов, ты представляешь. И похоже, не зря. Мы немножечко вздремнули и энергию восполнили. Я не мерзавец. Достаточно. На что уставилась мелочь? Погоди-ка, это же... Да-да-да. Это мой самый первый сюжет. Я начинал на автобусе, вот на этом самом автобусе, и наконец-то я до него дошел. Так, ладно. Ничего, просите офицера. О, просто люблю полицию. Ха, конечно. Можно спросить? Я вообще не в восторге болтать. Ну ладно уж, валяй. Что думаете про выборы? А с другими полицейскими ладите? В основном. В основном? А бывают злые полицейские? Это просто профессия. Есть и годные, есть и гнилые. Вы как будто хороший полицейский. А взятки некоторые берут? Повести ее на агрессию? Но она милая относительно... Ладно, давай про взятки спросим, мы же плохие. Я уж точно нет. Экипаж 2. Центральный. Прием. Экипаж 2. Эй. Да? Ты должен мне помочь. Че не так? Она меня в карьеры тащит. Ого. Что за карьера? Ты что, не отсюда? Железные карьеры. Туда отправляют подростков, пытающихся бежать из страны. Кругом. А ты... Не суйся. За что вы его арестовали? Тебе что было сказано? Не лезь, куда не просят. Они меня в карьерный забой отправят. Я больше никогда семью не увижу. Он больше никогда семью не увидит? Ну, конечно же, увидит. Напомни-ка, а почему я тебе это говорю? Тогда откуда все эти объявления о пропавших подростках? Дезинформация бригады только всего. Вы же не верите в это на самом деле? Во что? То, что подросткового раблагеря нет. Мэм, сейчас не время для обсуждения. Я при исполнении. О-о-о, у нас напряжение растет. Это нужно обсудить. Нужно? Вы вроде неплохой человек, мэм. Просто неосведомленный. Неосведомленный? Ха, ну вы либералы и смешные. Вот что, это официальное дело полиции. Машина у меня сломалась, ясно? Минты, моряне от китерака. Ненавижу признавать, но так и есть. Именно так и есть. Я не стану плясать ни по чью дудку. Вот что. Я тоже всякое слышу. Но это неправда. Брехня. Брехня? Ха! Давай-ка будем поддакивать дядьки. Это брехня. Я сама мать. Никогда бы не отправила ребенка в такое место. Ненамеренно, понимаю. Но тем не менее. За что его арестовали? Послушайте. Я не собираюсь. Он пытался пересечь границу. Понятно? Значит, туда и дорога. Известно куда. Хоть верьте, хоть нет. Достаточно, мужчина. Так, вы оба. Пожалуйста, повернитесь кругом. Так, напряжение нарастает. Мы сейчас походу полицейскую сожрем. Но она хорошая на самом деле. Но я думаю, что она не понимает, что делать, потому что прислуживает теракту через главного руководителя полиции. Тебя-то кто в командиры назначал, а? Дамочка. Ты меня начинаешь раздражать. Ты в курсе? А мелочь права. Какие у вас на самом деле полномочия? Экипаж 2. Центральный прием. Экипаж 2. Центральный. Где они? Подкрепление не вызывается. Малявка. Гражданам должно быть можно арестовать полицейских. Чтобы честные были. Ушам своим не верю. Можно прикинуться, что вы меня никогда не арестовали? Никак нет. Хорошая идея. Тихо там сзади. Вообще-то это хорошая идея. Кто-нибудь знает об аресте? Нет, но... Достаточно. О-о-о, атмосферка накаляется. Э-э-э... Отпустите его. Прошу, мэм. Слезай до следующей остановки. Вот и все, что тебе нужно сделать. Повторять не буду. О, она завелась. Отпустите его. Экипаж 2. Центральный прием. Экипаж 2. Центральный. Ну что вы, пустите по совести, а? Хватит мне указывать. Все вы. Что тут происходит? Вы меня разбудили. Что-то гореть. О-о-оу. Не убегайся, она стол достала. Э-э-э, полегче. Пожалуйста, это лишнее. Уберите оружие. Сейчас же. Это уже слишком. Нафига себе. Экипаж 2. Центральная. Все в порядке? Прием. Не надо с этим мириться. Поступите по совести, прошу вас. Еще не поздно поступить по совести. Не говорите им про пацана. Экипаж 2. Слышно? Экипаж 2. Я. Мне нужна помощь в перевозке заключенного. Прием. Чудовище. Остановите автобус. Сейчас же. Ох, нифига себе. Она дырку в автобусе проделала. Экипаж 2. Мне. Нужен транспорт. Фух. Мы ее почти довели, но она сдержалась. Да. Мы пытались. Мы хотя бы пытались. Ладно, проехали. Что будем делать дальше? Сойти на следующей остановке или проехать дальше? Поехали дальше. А если сойдем, мы что-нибудь встретим. Какие-нибудь новые приключения. Давай сойдем. Надо было автобус осмотреть хорошенько. Может, монеточка где завалялась? Что-то я в какой-то пустыне. Мы проехали. Ого. Мы прилично проехали-то. 757 километров до границы. Фани нам не очень раскрылось. И еще мы Стэна и Митча давно не видели, кстати. Я только что вроде бы вышел, а сейчас опять на автобусе еду. Странно как-то. Июнь, 28 число 96-го года. Нам еще целый месяц бродить, потому что в сентябре выбор. Перевал какой-то. Все завалено. Капец как. Подожди, это мы до границы дошли? Уже? Так быстро? Что-то мне слабо верится. Там грузовик все перегородил, по-моему. Ну да, похоже, что мы возле границы где-то. По крайней мере, мне что-то это напоминает. Что-то написано. Разыскиваются подростки. Если вы что-то знаете, звоните. 5-5-5-5-5. Немедленно. Ну вот, кстати, мы с тобой выяснили, что становится с подростками, которых поймали. Но это не точно. Ладно, пойдем по темным лесам. Блин. Какие приключения у каждого подростка. У кого-то все спокойно проходит. У кого-то нервяк. Лес еще такой странный. Это что за веревка там? Дом. Это ветка. Надеюсь, что это ветка. Или беревка все-таки. Или глюк вообще. Нафига себе, какой дом стрёмный. Тут призраки не водятся? Надеюсь. Так-так-так. Куча постеров с флорос. Походу, нам исключительно в дом надо. Сейчас посмотрю, что тут сзади есть. Куча кирпичей. Я слышал отбойный молоток. Так, подожди. Взломать замок. Угу. Где же мне отмычки-то достать? У кого бы их взять? Я думаю, что у бандюганов. Здесь свет горит. Кто-то там живет. Надо быть очень осторожным. Я, кажется, догадываюсь, кто здесь. Здесь именно те самые бандюганы. Ух ты, денежки. Неплохо. 20 баксов. Выпить нельзя. Листовки с флорос. Можно подняться на второй этаж. Здесь вода есть. Помыться нельзя. Посмотрим, что на втором этаже. Там, может, что-то на столике лежит. Черт. Черт, черт, черт. Выпить. Ништяк. Силы у нас еще полно. Ну, может, и не стоит так одеваться все время. Бред, Мич. Так, теперь тихо, давай. Шоу Сони вот-вот начнется. Я все катаю. Что она сегодня оденет? Я тоже. Может, то розовое? Ну, хорошо. Давай тихонечко пройдем. Слышишь? Блин. Ай. Это не тот псих, что преследует Соню. Нет. Это просто остается общица. Свяжи ее. Вот это я попал. Крупненько. Говорил тебе, что она не померла. Ты был прав. Я теперь должен тебе пятерку. Но у меня с собой нет. Но будут, когда мы ограбим эту деточку. Твоюш налево. Не надо меня грабить. Где-где я? Отпустите меня сейчас же. Хе. Громкое заявление от соплячьи. Привязанный к стулу. Гони все бабло, что есть. Ну же. Давай бабки. Обойдешься парой переломов всего-то. Да. Все свои деньги. Просто полегче, ладно? Да пошли вы. Нет у меня денег. Оу. Да у нас тут крепкий орешек, Мич. Может, и придется показать ей чудовище. Слышишь? Чудовище. Обыщи ее, Мич. Лапы убери свои. Руки, руки. Черт, у меня с собой сто баксов было. Стэн, вы нашли курицу с золотыми яйцами. Дедка богата. Нет. Дедка была богата. Видишь разницу? Неплохо, Стэн. Спасибо. Умоляю, они мне нужны, чтобы перейти границу. Ну, то есть деньги. Держитесь, держитесь от меня подальше. Мич, у меня от нее уже уши болят. Покажи ей чудовище, а? С удовольствием. Ну же, наше расследование ждать не будет. Жизнь самой Сони на кону. Чертовы бандюганы. Зачем я вообще про них только вспомнил? У меня уже крыша едет, Мич. И у меня. Если мы не расчелкаем это дело в темпе, будет поздно. Что вы расследуете? Тихо, лапочка. Опять чудовище показать? Да, заткнись. Дай взрослым подумать в тишине. Я думаю, я могу помочь. Мелочь. Кто-то хочет убить Соню. Знаменитую журналистку. Да, вряд ли ты сможешь нам тут помочь. Я вообще-то бродяжничал. Повидал всякого. И то верно. Ничем не могу помочь. Но я же все-таки бродяжничал. А, черт с ним, Мич. Может, я и свихнулся, но... По-моему, может, она может помочь? Ага. Что нам терять-то? Подними ее. Вот наши условия, дедхи. Поможешь нам? Вернем твои деньги. Да вообще без Б. А у меня есть выбор. Принимается, пожалуй. В общем, мы пытаемся вычислить, когда убийца готовится напасть. Мы знаем, как он выглядит. Ага. Устрашающе. У нас тут часть его писем и шмоток. Где-то там ключ к дате нападения. Мы просто чуем, что он там. Вы что, в детективов решили поиграть, что ли? Ммм, ну хорошо, только я сперва тут положу, посмотрю, что у вас тут есть. Может, я вас еще горбануть успею? Я же вначале у них 20 баксов свистнул. Хотя тут такая бомжовня, что брать-то нечего. Ладно, пойдем к столу. Посмотреть. Ввести дату. Кто? Где? А ты что, пальцем тычешь? Ясно. Короче, я буду сейчас Шерлоком Холмсом, а это мои ватсоны. Ладненько, предполагаю, что начнем с изучения улик. Я сдаюсь. Нет, это нам не подходит. Давай почитаем, что здесь у нас. Он пишет, что нападет в день рождения дочки. 12 декабря 1993 года. Спать больше некогда. Провожу ночи в офисе. Планирую, планирую и планирую. Теперь я знаю. Все случится в день рождения Лолы. Да. Соня, Санчес и бригада заплатят за содеянное. Уж будьте уверены. Понятно. Буду читать голосом таксиста, потому что мы знаем, кто убийца. Ну, по крайней мере, он планирует. Сегодня годовщина гибели Лолы. Ровно через два года я отомщу. Мы знаем, когда это было записано? Да. Где-то в 1994. Мы только что прослушали запись с кассеты. Посмотреть, что здесь у нас. С восьмилетием Лола. Перевернем. Июнь 79. А, нет. Июнь 6 числа 79 года. Вот так вот. Так. Нам известен день рождения девушки. Ну да. Получается, что 6 июня. Правильно? Ну, давай введем дату. А, нет. Подожди. Дату я введу чуть позже, потому что это может быть всего один раз. Один раз я смогу ввести дату. Я сдаюсь. Нет. Тут мы посмотрели. Давай почитаем здесь. Если что-нибудь случится с милой Соней, я сдвинусь. Ну, то есть он сойдет с ума. Милая Лола, сегодня тебе бы исполнилось 23. Говорят, что время лечит раны. Но кажется мне, оно их только бы... Ну, то есть теребит. Но я все равно решил, что день твоего рождения не станет днем смерти. Пусть они этого и заслуживают. Сегодняшняя дата навсегда останется только днем, в которой родилась моя крошка. Значит, для мести останется только одна дата. Тот день 10 лет назад, когда ты сказала, все должно измениться. Все изменилось. Но не так, как ты предполагала. Твой папа. Понятно. Значит, не в день рождения он назначил покушение на Соню, а в день десятилетия. Тот день 10 лет назад. Это, скорее всего, когда балл случился. А когда балл случился, я не помню, честно, забыл. Давай почитаем вот тут вот. Парень совсем кукустен. 16 февраля 94-го года. Дни все текут. Неотличимые друг от друга. И вдруг, момент истины. Я в последний раз изменил планы. Я знаю, когда все случится. Не знаю только где. Что-нибудь есть еще у нас на столе? Посмотреть. Че, неужели я все посмотрел? Подожди, а вот это что? У него в дневнике было это письмо. Видимо, его дочке нравились рептилии. 5 сентября 86-го года. Папа, мистер Винтерс говорит ни с кем не контактировать. Но, по-моему, я должна тебе сказать. Завтра утром мы уезжаем, чтобы через 4 дня сделать кое-что, что все изменит. Однажды ты поймешь, почему я с бригадой. Обещаю, люблю Лола. Вот, она говорит про то, что должно что-то измениться. Смотри, она говорит, завтра утром мы уезжаем, чтобы через 4 дня сделать кое-что. То есть, на письме написано, что это 5 сентября 86-го года. Значит, если добавить 4 дня, это получается 9 сентября 86-го. Правильно? Конечно, ничего не перепутал. Хотя написано, завтра утром мы уезжаем. Значит, 6-го числа они уезжают. И плюс 4 дня, это получается 10 сентября. Ну что, давай, короче, сделаем так. Так, ввести дату. 10 сентября. Месяц у нас в сентябре это 9-е число. А день 10-е. Я думаю, что вот так. Месяц 9-й, день 10-й. Ну что, подтвердить данные? Не думаю, что это оно. Да, что-то не то. Попробуй еще раз. Я думал, они мне сейчас грохнут. Ладно, давай попробуем, знаешь что, ввести 9-й день. Подтвердить. О, вот оно! Теперь картинка складывается. Ты гений! Вы выяснили время нападения убийцы. Приношу глубочайшие извинения, что показало тебе чудовище. Не знаю, что на меня нашло. Мы знаем, как выглядит этот тип. Но все еще не знаем, где он намерен напасть. Вот твоя наличка, мелочь. Обещание надо держать. Правила Стэна и Митча. О, спасибо, 99 баксов. Спасибо, очки. Крутяк. Ну что, я тут заметил, что у них еще бабки валяются. Но взять я их не могу. Тут огромное количество бабла. Они все-таки воришечки. День мы вычислили, но где? Непонятно. Могу еще что-то спросить? Как выбраться-то отсюда? Возле телека лестница. Залезь по ней и катись. А, возле телека лестницы. А, вот про эту лестницу. Прежде чем уйдешь? Спросить ничего не хочешь? Да может, там помочь чем? Совет какой есть на дорожку? А на трассе 96 много полиции? Блин, я даже не знаю. Про полицию я спрашивал, что ее много. Давай про совет спросим. Украсть как можно больше. Да, мы этим постоянно занимаемся. Красть я умею. Не вопрос. Можно красть для бригады? Может, если Флорес выиграет, вам не придется? Давай скажем, красть я умею. Я же все-таки из-за плохишей играю. Это куда сложнее, чем кажется. Ага. Ты представить себе не можешь. И что, может, вы бы мне отмечку дали? Отмечка мне бы не помешала. Эх, лопухи. Ну ладно, хоть бабки вернули и не убили. Это в дабл везение у меня сегодня. Залезть и валить отсюда нафиг. Главное не упасть опять вниз. Может, мотик у них свизнем? Начать грабеж с грабежа воров. Подожди, давай здесь еще пошастаем. Вон, например, туда хочу. Как здесь? Туда не обойти. Там еще есть лесенки. Точнее, не лесенки, а палочки, по которым можно пройти туда. Но никак. Ладненько. Мотик. Мотик, взять буклет. Соскрести. Удачи на твоей стороне, благодаря Сони. Давай соскребем. Ты победил. И что я выиграл? Плюс пять баксов. С неба просто свалилось. Ха. Звезды на моей стороне. Это хорошо. Ладно, почесали. Почесали. Стэн и бич. Идиотины. Че они там? Сони попрощались, что ли? У меня как раз там передача заканчивалась. О, поспать вроде как можно. Но у меня достаточно энергии на самом-то деле. Но давай отдохнем на всякий пожарный. И днем пойдем. С полными силами. Ну а на этом все. Если ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующие серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok